Внутреннее ощущение от того, что все люди приходят посмотреть, это что-то необычное, что вы предлагаете, либо же наоборот, то, чем вы живете постоянно. Когда я вижу всех людей, которые приходят, а когда я вижу людей, которые приходят на наши выступления, и видят их, во мне просыпается какой-то маленький пушистый котенок. Вот я считаю, что безусловно, такое искусство нужно, оно интересно. Таких проектов, в принципе, немного музыкально-поэтических. Вот. В целом, хотелось бы сказать пару слов о литературной сцене фестиваля. В этом году литературная сцена 6-го и 8-го фестиваля альтернативных искусств, который будет отличаться от предшествующих. Она будет кардинально отличаться как по географии представленных авторов, так и по тематике. В рамках Open Era мы объединим поэтическую, молодую поэтическую элиту Востока, Запада, Северного и Юга страны. На двух сценах будет в этом, в рамках этого лета, в рамках Open Era. Две сцены, это дневная сцена, которая будет действовать 16 августа с 14 до 17, и ночная сцена фестиваля. Будет представлено 15 авторов из 9 городов Украины. Причем городов безумно разных, как по своим, по каким-то этническим моментам, так и по географии. От Ужгорода до Харькова, от Киева до Одессы, Херсона и Николаева. Тема абсурд и сказочность у нас будет представлена. И это безумные чаепития в градстве Чешир. Эта тема выбрана не случайно, так как в следующем году в бессмертной сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» исполняется 150 лет. И мы решили, что образ Чеширского кота, он безусловно может стать прекрасным прообразом для литературной стены фестиваля.